добрый день я татьяна из минска почему я здесь на ретрите как оказалось дело в том что я по какому-то внутреннему отклику внутреннему порыву присоединился к бесплатному трехдневному марафону он настолько меня зацепил что я не смогла не присоединиться к последующим марафоном и психологическому и 21 дневному и 40 дневному на те вопросы которые я уже давно искал ответы светлана порой даже без моего какого-то запроса начала начинала озвучивать начну освещать эти моменты и честно скажу с каждой и встречи общение с ними не цеплял все больше и больше я понимала что я хочу максимально сонастроиться с этим человеком соприкоснуться с ее глубиной с ее знаниями и несмотря на то что у меня было множество препятствий я все-таки приехал на этот ретрит если говорить о практиках том какие были для меня наиболее яркие даже сложно выделить какое-то потому что и игра психологическая который проводила рейша и светланины и глубокие практики погружения и шаманские практики которые для нас проводили гвоздестояние это все было настолько переплетенном и увязана между собой постоянно погружала все большую большую глубину что сказать какая из них открылась для меня более ярко мощный глубоко и даже сложно на мой взгляд каждая практика была очень нужный глубокой и самодостаточный а вместе они все это был просто бомба если говорить про игру мой мир это было действие которая действительно погрузила меня в мой мир позволила взглянуть на свою жизнь со стороны и ирина нас только тонко нас вела бросая кубик передвигаясь по разным полям мы прикасались к одной своей грани причем так интересно зачастую фишки различных игроков попадали на одно и то же поле и ирина тонко сонастраиваясь с нами могла разным людям с разных сторон осветить одно и то же качество одно и то же черту одну и то же проблему потому что даже тоже жадность как оказалось может быть совершенно различный когда я попала на это поле внутри какое-то такое чувство жадность какая во мне жадность ирина говорит бывает же жадность еще и к себе другому дашь другому сделаешь и про себя забудешь себе пожалеешь это копочки на этом она не остановилась она пошла глубже она говорит еще теме жадность к различным практикам духовному развитию и говорит ты просто замедлились и обрати внимание действительно ли тебе сейчас столько надо сколько ты на себя подрузила взгромоздила и честно скажу придя приеде уже вернувшись с ретрита домой я очень четко поняла что да я настолько увлеклась вот этим процессом развития опознания себя что начало терять себя начала понимать что мне важно что мне нужно а вот и ирише нужно дать должное и светлане они все время что нужно тебе для тебе а для тебя это что тебе это зачем чтобы что скажу честно эти вопросы я задаю себе по сей день потому что они настолько мощно меня возвращают к себе к моей реальности к понимание к пониманию того что мой мир творю я и если я не думаю о себе то и мира моего не будет я не смогу себя проявить в этой жизни не смогу раскрыть себя в этой жизни вот эти все осознания понимания очень мощные переплелись у меня хочется порекомендовать каждому человеку кто хочет осознать что он для чего куда он движется и зачем он движется хочет ли он идти туда куда идет очень хочется таким людям порекомендовать либо на ретрит приехать либо прикоснуться к светиным марафоном если нет возможности попасть на ретрит ну и конечно же слушайте слушайте мастеров учителей что они говорят и параллельно ныряйте внутрь внутрь себя попробуйте ощутить есть ли у вас внутренний отклик резонанс потому что я пойдя на свой внутренний отклик ни разу не пожалела и очень многое плачела я искренне желаю каждому кто хочет глубже понять себя осознать присоединиться к светиным мероприятиям к тем знаниям которые она дает к той глубине с которой она все черпает и еще раз хочу искренне поблагодарить всех ведущих ретрита организаторов и всех тех ребят с которыми я провела эти чудесные пять дней до новых встреч до новых встреч